Здравствуйте! Тут вот нас, русских, сейчас такой беспокоит вопрос. Вот, что нас Европа за своих никак не считает? Ну вот, насчитает и всё. Ну это факт, есть факт, что уж тут говорить. Нужно какое-то объяснение. Или попытка объяснения. Вот моё это видео, это, так сказать, ну вот одна из попыток найти какое-то объяснение, какое-то отличие, да? Ну вот мы вроде на них очень похожи. Если нас одеть по-европейскому, да научить говорить наломанным английском, нас особенно так вот не отличишь от какого-то европейца, да, вот в Европе. Отличие. Ну вроде европейцы. Действительно так похожи все очень. Ну и в принципе говоря, мы любим европейскую жизнь, мы вот всё в европейское платье позаимствовали, да, европейскую пищу предпочитаем, вот европейские всякие прибамбасы. Нам даже нравится, что у них там чистенько, что у них мусор на улице не бросают. Ну и мы это учимся, перенимаем мы, перенимаем всё это дело. Это давно нам уже понравилось, ещё с заграничного похода, значит, русской армии после войны 19-го года, вот, значит, нам всё это понравилось, эта жизнь. И после Великой Отечественной войны тоже понравилось нашим ветеранам, которые в Европе побывали, там уж не жизнь. Вот бы нам так пожить. Ну и мы стараемся, сейчас вот есть такая возможность, мы стараемся сделать материальную часть жизни похожей. Ну что-то всё вот нас за своих не считают, и всё. В чём дело? Вы знаете, значит, ну, надо так как-то глубже обратиться к истокам, к культурным истокам. Ну, делать сейчас давнишнее, можно вспоминать, конечно, что мы вообще, в принципе говоря, у нас не так уж плохо, вот, не так уж такое уж плохое образование, в принципе говоря, и до недавнего времени, ну, мы, скажем так, средний наш, значит, россиянин резко отличался, скажем, от иностранца, тем, что во многих вещах очень хорошо в научных ориентировался лучше его. Ну, сейчас-то да, уже сейчас появились отрицатели в осадке на Луну, ковид-диссиденты, что там ещё-то, ну, кого только тут нету, да, эти же, господи, как это мне называется-то. А, плоская земля, плоская земля завелась. Вот, ну, это вот, ну, в старое время такого, конечно, быть не могло. Вот, ну, тем не менее, ну, вот, чё же, чё же не так? А вот если в глубину истории-то взглянуть, то наши пути разошлись очень давно, в принципе говоря. И разошлись они, в общем-то говоря, достаточно естественным путём. Вот помните, у нас есть такой вот полулегендарная историческая история, как князь Владимир Красное Солнышко выбирает веру. И, в частности, ему нужно сделать выбор между католической версией и православной версией, значит, христианства. И он делает в пользу православной версии выбор. Значит, ну, в чём дело? Ну, конечно, вот на предание очень трудно, значит, ссылаться. Но давайте так посмотрим, чем, по большому счёту, католичество отличается от православия. Ну, там догматические разницы, я думаю, что князю Владимиру они так были важны на тот момент. Ну, что он, теолог был какой-то, что ли? Ну, что ему там выборы такие делать? Дело-то не в этом. Вот смотрите, как устроена жизнь была в средневековой Европе. Особенно до времён их церковного раскола, который у них называется Реформации. У них есть Папа Римский. Это глава церкви. И, в общем-то говоря, этот Папа Римский, ну, в общем-то, он главнее любого короля, любого императора, любого герцога. И более того, как бы сказать, этот король, вступивший, так сказать, на престол, он должен как-то вот получить некое такое одобрение. Его должны признать. Иногда он может какие-то действия совершать, и святейший престол ему погрозит пальчиком. А если он будет продолжать, он ему и может, так сказать, высказать свою фа, отлучив его от церкви, ну, в общем-то говоря, сделав его врагом христианства. Понимаете, в чём дело? Получалось, что есть некое, так сказать, ну, понятное всё. Там много дел ужасных творилось в Европе. У нас это вспоминают. Там в Арфоломеевские ночи и всё чего угодно. Ну, всё правильно, 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 всё они говорят. Всё такие вещи были, были. Но часто это творило католическая церковь в том числе. Но дело-то в том, что, тем не менее, вот простой человек, будь то это, значит, простой крестьянин, там, горожанин какой-нибудь, ремесленник, дворянин, или даже король, он понимал, что есть некая истина, которая выше его. Есть некая справедливость, которая выше его, потому что не он это определяет. Я понимаю, что этот Папа Римский земной человек. Ну, я же не католик, ёшкин кот, я же этот самый православный. Я понимаю, что, ну, как это так вот, догмата о том, что Папа Римский только перед Богом отвечает, он, конечно, клёвый догмат, но это вот что-то типа, значит, неприкосновенности, неподсудности экс-президента у нас в России. Ну, это примерно такого же уровня, как мат. Ну, пожалуйста, конечно, всё понимаем. Но это только вот там, верхушка. А все остальные вот ходят под ним. Фактически, он якобы выразитель воли Бога. Ну, якобы, или на самом деле, как католики скажут. Не хочу обижать чувства католиков. Ну, я в католичестве не очень хорошо понимаю. Я так оправдываю. Сразу начинаю соправдываться перед товарищами поляками и товарищами литовцами, которые вот у нас, значит, католиками являются. Вот. Ну, короче говоря, вот есть Божий суд, наследники разврата. Он не подкупен звону злату. Это стихи, кстати говоря, значит, Лермонтова. А Лермонтов, он в каком-то плане был таким, знаете, диссидентом в нашей стране. Ну, да, он православный был, как они, конечно... Но вот эта мысль, ну, у нас очень строго было с религиозной цензурой. Я пример приведу. Помните, такое стихотворение есть у Лермонтова? «Выхожу один я на дорогу, вижу, как ремнистый путь блестит, как пустыня внемлет Богу, как звезда звездою говорит». И вот это стихотворение было религиозной цензурой запрещено. Почему? Потому что там узрели некий такой пересказ отменённому уже на тот момент катехизисом. Там что-то типа было такое вот... Ну, вот как-то... Что-то в этом роде. Да, я не хочу перевирать лишний раз. Но вот это им очень не понравилось. Видите, прикрыли. А у него, видите, интересная мысль была в другом стихотворении, что Божий суд есть, наследники разврата, он не подкопен звону злато. Ну, в принципе-то говоря, так-то оно так, но в практической жизни вот проявление Божьего суда, а как оно могло быть в практической жизни нашего человека? Значит, вот мы теперь возвращаемся к моменту, почему Владимир Красносолнышко предпочёл веру принять восточное христианство, православие. Дело в том, что в восточном православии религия подчинена была государству. Очень... Так, по-моему, были моменты, когда в Византии главой церкви был император. В России, значит, был патриарх главой нашей церкви, но ситуация там была такая, что если уж очень сильно светской власти он не нравится, до патриарха можно и удавить. Ну, кстати, были патриарха, был когда-то патриарх, что не было, было митрополия, был митрополит московский, которого ещё надо было в Константинополе утвердить. Ну, потом уж, когда Константинополь захватил турки, в 1453 году, там уже этот вопрос не стоял ребром. Тут у нас свой патриарх что было. И оно побыло... И да, и вот, обратите внимание, герб-то наш двуглавый. Он вообще в Византии позаимствован. И вот этот такой герб вы можете и в Греции иногда увидеть. И этим гербом пользовался, значит, Австрия. Помните, во время Первой мировой войны две страны воевали с двуглавыми гербами друг против друга. Российская империя и Австро-Венгрия. Вот. И оно обозначает единственного души и тела. Советская власть и церковная власть. И вот у нас вот в принципе вот такое вот разделение властей, оно формально как бы предусматривалось. И вот был, помните, был такой знаменитый патриарх в нашу историю вошедший Никон, который сделал церковную реформу, вот эту вот реформу, которая привела к появлению старобрячества, да, вот там мы не княне современные православные, а еще и старобряцы, да. И вот, значит, эта история с церковной реформой, да, значит, все это закончилось тем, что патриархство, в общем-то, сошло на нет, когда патриарх Никон, он, ну, слишком власти много, верно, захотел, по мнению царя, он пытался быть ему ровней, величаться почти что царским титулом, и он его, значит, от власти отстранил. Ну, тот сначала хотел сделать трюк, как во времена, значит, Ивана Васильевича Грозного, все, сейчас я уезжаю от вас в монастырь, а в монастырь вот тебе вазок, садись, поезжай, все, другой у нас будет патриарх. Короче говоря, своя рука владыка была, вопрос решал царь, а уже сын Алексея Михайловича, Петр Алексеевич, Петр Первый, он вообще у нас отменил патриаршество на Руси, и у нас появился сенот святейший, а святейший сенот это было некое такое подразделение государственной службы, ну, само министерство, это мало чем отличалось, скажем так, от комиссии по связи с конфессиями, это времен уже советской власти, вот, ну, это, кстати, святейший сенот мог возглавлять даже не обязательно православные, то есть вообще это была не религиозная организация, а казённое государство, там, так сказать, лютеранин мог быть головой, вот, святейшего сенота, вот, ну, короче говоря, это, конечно, было, ну, и вот для нас, для простых людей, как царь скажет, так церковь-то и подтвердит, вот, царь помажник божный, вот, всё хорошо, всё нормально, всё прекрасно, всё удивительно, там не могло быть такой ситуации, что скажет церковь, а царь-то у нас нехорош, а царя-то надо бы вот как-то поправить, а не заменить ли нам его, вопрос не стоял, то есть вот это, и вот, понимаете, к чему я сейчас подошёл, вывод попытаюсь сделать, если европеец, он понимает, ну, в принципе, в его культуре есть понятие абсолютной справедливости, некое такое, ну, не то чтобы абсолютной, а высшей справедливости, праведливости, которая идёт от Бога, которая осуществляется независимо от, так сказать, она действительно реально осуществляется, если короля могут сказать, а ты не король больше, всё, ты неправильно всё это делаешь, тебя Папа Римский не одобряет, а Папа Римский наместник, Бога на земле, вот, а у нас-то, ну, как понять-то, что там у нас церковь скажет, что из кверху скажет, то она и скажет, ведь, ну, то откройте, например, церковный календарь времён, значит, скажем так, 50-х годов, красным шерифтом написан праздник, день рождения Сталина, день рождения Ленина, красными буквами праздники, да, как Пасха, представляете, вот у меня такой вот, церковный календарь, да, вот тех времён, но это ужасно, конечно, было всё ужасно, но это вот наши, там мы так сформировались, у нас такой вот релятивизм в понятии справедливости, мы не понимаем, что есть какая-то высшая справедливость, но есть вот начальство, которое мы, конечно, очень скептически относимся к начальству, всегда скептически относились, но знаем, что нельзя, вот помните, когда случилась февральская революция, когда царь отрёкся от престола, и вот просто вот подшивка журналов, каких-нибудь там изданий, всё было верноподническое, замечательное, всё прекрасно, вот следующий номер уже после отречения, наконец-то пало ненавистное, значит, трёхсотлетнее самодержавие, которое нас тиранило, угнетало, всё, а тут прям вот всё благостно было, всё сразу вот поменялось, как сразу поменялось и всё, а до этого всё это говорилось, всё нормально, трёхсотлетнее самодержавие наконец-то пало, оно нас тиранило, и церкви, в общем-то говоря, с восторгом патриаршества восстановились, восстановило, это тоже, оно, кажется, его тиранило тоже, вот, ну вот понимаете, какая штука-то, вот, уже можно было не молиться за царя, да, да, там, вот там, ну, при советской власти всё это за Сталина молились, и благословляли, хотя это были враги, дорогие религии, хотели они её ликвидировать, в конце концов, ну, вот это вот религия, да и она, ну, у нас-то не такую большую роль религия играла, хотя она сохранялась в душе народа, и вообще в наших обычаях, в обыкновениях, многие конфессии так вот сохранились под ударами советской власти, не только православие, вот, всем доставал в той или иной степени, но тоже ведь какой-то, очень напоминает 91-й год, как монархия пала, отлёгся, царь-престул, всё, никто не побежал, царь-батюшка, давай, оставайтесь на месте, под ручкой, всё свергать, сбрасывать, ну, это я уже сказал, то же самое 91-й год, когда, значит, наша партия не удержала, раньше партия наша рулевой, партия наша, партия наша, партия наша рулевой, вот, всё, и другого не было, везде вот, день рождения Владимира Ленина, и куда всё пропало, да, вот это вот такой вот моральный релятивизм, это так, наверное, называется, вот мы вот этим моральным релятивизмом очень сильно отличаемся, возможно, от всех прочих людей, которые себя называют европейцами, мы-то европеоиды, ну, конечно, вот мы вот такая у нас, такая у нас судьба интересная, моральный релятивизм, потому что мы, когда нам говорят, вот это правильно, вот это нехорошо, вот, мы понимаем, что это просто точка зрения сиюминутная, она не абсолютная, и она, вот, вот это вот есть Божий суд, он не подкупен звону златы, это почти диссидентские слова были в православной России, почти какой такой вот, как это так, вон царь сказал, вот так и будет, это хорошо, это плохо, всё, все вышли вон, пошли, перекрестили лбы, пошли, куда вас послали, вот у нас православная страна, православными торгуем, прикинь, как здорово, православные рабы ими торговали, пожалуйста, на базаре, вот, господа, товарищи, друзья, я вас очень всех уважаю, и я прошу вас, чтобы вы мне помогли, помогли не только лайками, репостами, комментами, но помогли бы вы мне деньгами, я живу на ваше подаяние, я этого не скрываю, дело в том, что сейчас в эпоху ковида, вот этого самого, вот, этой напасти, я не имею возможности преподавать, дело в том, что так был организован, подходец, потому что тоже вера в веру, высшую справедливость, что в сентябре речь пошла о том, что будем преподавать очно, причем, значит, всем лицам, значит, старшего определенного года, сказали, напишите расписку, что вы согласны, но вы не согласны, то есть я, по крайней мере, ну, значит, все, не работайте, а потом, конечно, сразу все ушли на дистанс, но уже без нас, вот такие дела, ну, это, конечно, да, так устроен, подлючий мир, но ничего не поделаешь, вот, вот такой вот у нас релятивизм, да, мы не верим в высшую какую-то справедливость, то есть мы на себе не испытывали, да, вот, нет такого папы римского, который придет, наведет высшую справедливость, напиши президенту, а он письмо оттуда пойдет, а к твоему же обидчику, разберитесь, и он скажет, да все нормально, факты не подтвердились, все, вот такой порядок, ну, спасибо вам, жду от вас денег, у меня есть внизу номер сбербанской карточки, номер счета в Сбербанке, он указан для того, чтобы вы могли своему банку поручить, регулярно посылать мне денег, я вот прошу об этом всегда, но почти не верю в то, что до чего-то сердце дойдет, вот, PayPal есть, это для иностранных моих друзей и спонсоров, Яндекс.Деньги, Киви, кошелек, кошелек ВКонтакте, когда-то я их завел по просьбе зрителей, ну, мало кто им пользуется, почти никто, ну, очень-очень редко, вот, и есть еще Donation Alerts, это такая действующая эффективная система, она и за границей работает, и изнутри страны, и есть еще кнопочка спонсорства на титульном листе моего канала на Ютубе, так что, вот, вы можете нажать, стать моими спонсорами, вот, дальше как, что-то такое-то, есть несколько разных уровней спонсорства, спасибо вам большое, я с нетерпением жду ваших денег, пока. Субтитры сделал DimaTorzok